Давайте начнем. Доброе утро. Программисты в зале есть? Для вас это подвиг. На меня тоже. Я с сегодняшним докладом открываю серию сегодняшних технических, или полу-технических докладов. После меня еще несколько штук в этом же зале интересны, так что я на прогреве. Хотел бы я поговорить про подход в целом к архитектуре, когда вы работаете в проекте. Ну, так, достаточно обзорно, где-то поглубже, где-то поверхностно. На всякий случай, это я. Здесь вы видите все мои контакты. Презентация будет выложена на слайд-шер, я об этом напишу в Твиттере, так что все будет доступно, ну и дальше будет видео опубликовано. Я работаю техническим директором в компании iBuySoft, и в качестве хобби иногда работаю, ну, как тренирую тест-тренинг-девелопменту от имени ScrumTrack. Отчасти материалы этого тренинга использованы в этой презентации. Давайте начнем с проблематики, о чем бы хотелось поговорить. Вообще, какие есть подходы или высказывания об архитектуре бюджета? С собой все эти три фразы паскаю. Не бойтесь, в основном презентация на русском, я просто не берусь переводить на английский, для чего готового перевода нет такого, потому что исковеркаешь. Алистер Коберн говорит, что как развивать? Надо начать с чего-то работающего, некий скелет приложения, а дальше его развивать и тратить. Ну, наверное, да, только как. Ну, вот Том и Мэри Победик, они как-то... Кто-нибудь знает? Победик. Они говорят о некой делимой архитектуре. Ну, понятно, разделяем ласку, то есть если делать небольшими кусочками, и как-то их умело стыковать, то вроде как все должно поехать. Ну, и Анкл Боб, всем известный, очень харизматичный. И говорит, ничего, что я маячу? Ничего, не справлюсь. Смотри, я могу здесь замерить. Анкл Боб, он говорит, что BDAF – это Big Design Upfront, то есть когда вы долго-долго-долго думаете, все проектируете, а потом это только-долго пишете. Он говорит, что, конечно, Big плохо, должна быть Big. Или там, то есть Little Design Upfront. То есть надо подумать вперед, но не так много. Я здесь бы хотел остановиться вот на этом тезисе, делимой архитектуре, потому что он, как бы, кажется достаточно таким камнем преткновения в этом все. То есть понятно, что тогда, если по кусочкам делать, то можно и скелетики всякие ходящие у вас будут работать. И понятно, что маленький дизайн можно вперед делать, поскольку куски не очень большие, а эта система в целом, можно ее сильно не прорабатывать от опыта кусочков. И как вам? Это все на самом деле, вот эта делимая архитектура – это давняя мечта о компонентности и модульности. То есть именно, что программирование – это как конструктор Лего. У вас есть кубики какие-то, и вы из них набираете любую себе там башню. Где повторное переиспользование кубика, они стыкуются все друг с другом. И давно об этом все мечтают. И знаете, на заре программирования вообще для всей компьютерной индустрии это даже было. Как ни странно, на тех мощностях и с теми возможностями это вот как раз командные строка, как это все организуется в Пайп, то есть был некий универсальный вход в стадоин, выход из стадоаут и все это управлялось параметром. И на этом наколбашивали очень много. И кубики можно было добавлять. Неважно было, насколько к дерьмому написан каждый кубик внутри, то есть там с глобальными переменными, на каком-то там все в одном методе. Мейн главное, что вот они все не очень большие, обозримые, взаимозаменяемые. Ну, все эволюционировало. Я помню, написал первую программу в школе, все на GoTo. Я такой был, самоучка, по книжке учился. Компьютер где-то годы, через полтора-два изучение программирования по книжкам увидел. И вот там был призмат-класс, все уже давно проходили информатику, поэтому допрился, считая себя крутым, написал какую-то программу, но GoTo у меня раскритиковали. Сказали, она непонятна. Ну, аргумент, она же работает и правильно, как-то не учить программу. Ну, да, оказывается, вот как-то лучше там свои мысли оформлять в виде подпрограмм. Ну, круто там. Дошли до этого. Потом дошли до того, что там здорово вот так вот динамически идти под программу, подгружать. Ну, классно. Появился, правда, Дэлл Хэмпорт вместе с этим. Ну, это уже издержки. Дальше придумали объектно-ориентированную программиру. Ну, я про мейнстримники рассказываю. Там все кинулись изучать C++ и тому подобное. Там наследование обязательно множественное, обязательно уколбасить, обязательно с виртуальным, обязательно в этом все запутаться. Ну, потом это все немножко упростили. Были попытки еще, всякие компоненты на уровне там, все эти комы, торбы, которые так полуживые. Ну, и сейчас там что-то все это продолжается. Вот об этом я хотел бы поговорить. Это вся эволюция идет, но нам что-то не легчает и не легчает. Я вам нахожу, да, не лучшую свою часть тела показываю. Мы себя зачастую, вот система растет, мы ее пишем-пишем, и с определенного момента мы себя начинаем чувствовать, как вот дети на этой картинке. То есть катим снежный ком. Поначалу легко, а дальше все тяжелее, тяжелее. Ну, тут понятно, на нас менеджер ругается. Здесь джуниоры сразу себе руки отморозили, наш кот. Ну, а там стоит архитектор с аналитиком и наблюдают, говорят, давай-давай, я все правильно спроектировал, смотрите, какой красивый круглый. Ну, проснулись, да, а то вы что-то загрустили. Ну, и как бы понятно, вот этот снежный ком, это означает, там, сильная связанность. Ком, он вообще кубически растет, а там сильно связанный кот, он, как, ну, там, грубо говоря, примерно квадратичный. Конечно, не так все плохо обычно, связи обычно меньше, чем каждый с каждым, но все равно, за ними всеми отследить по мере роста системы тяжело. Пока она маленькая, все это здорово. Дальше не легчает, это гидра. Соответственно, есть такой термин, код гидра. Один бак починишь, несколько появляется других. Ну, у гидры, вы помните, там, божглад рубил, у нее, там, несколько вырастает на месте старых. Ну, русские умельцы, они умеют с гидрой. Там, вместо того, чтобы рубить, надо дубеный. Вместо того, чтобы честно чинить бак, надо его просто, там, сделать вид, что он там починен, и так далее. Вот. Прижигать обязательно, где-то другим, чтобы ничего не вырастало. Ну, то есть, в принципе, мы как-то научились с этим даже жить, и некоторые даже получают определенный кайф от этой борьбы. Вот. На самом деле, код гидры, это, конечно, все сайт-эффекты, когда у вас есть могучий глобальный контекст, через который из любого края приложения можно добраться к любой-другой край приложения. Ну, и вам же понадобилось в этом месте поговорить с базой данных напрямую по входу всего и вся. Ну, задача такая. В контекст вам это помогает. Мутабельность всего и вся. Ну, зачем там? Все можно поменять из любого места. Избыточная область видимости. Зачем скрывать лишнее? То есть, вдруг кому-то понадобится. Ну, и получается, что поправил здесь, отвалилось там. Мне рассказывали про одну успешную интернет-систему, вроде как связанную с платежами, точно не помню. Говорили, что там, когда поправили что-то авторизации, отвалилась сама вот работа с денежками. То есть, в принципе, это не мешает проекту коммерческого успеха. Что-то не легчает номер три. Это символ года класса. То есть, это здоровый класс, который раскармливается и раскармливается. Вы его очень любите. Пускайте на него лучшие ресурсы для обслуживания этого класса. У вас обычно такие есть в проекте. Они как черная дыра. Из-за того, что там уже очень много данных, они очень много знают, умеют. Всегда очень проще всего вписаться туда. Что-то еще понадобилось. А там уже почти все есть. Тут почесал, тут параметр добавил. Десяток ифов по двадцати методам. Какие-то хитро коррелирующие между друг с другом. Хоп, там все заработал. И понеслась дальше. Следующая фича. Черная дыра все сосет, сосет. Астрономы все не могут показать. В существовании программисты давно показали. на самом деле нас даже оправдывает. Берем любую библиотеку для работы. Ну, например, информс, если тот нич, или свинг, что угодно. где, там, любой класс, связанный с контролем, это обычно куча-куча свойств, методов и тому подобное. Если для библиотеки мы еще их можем оправдать, в конце концов, они сами с этим мучаются, а нам всего лишь возможности дают, и это достаточно стабильная вещь, то для нас это получается достаточно тяжело, потому что нам с этими классами жить, сопровождать, мы продолжаем кормить, мы, как вот, обычно автор такого класса, к нему наручниками привязываем, как батареи, никуда не денется. Есть такие исследования, это, например, история во времени сложности одного файла, то есть сложности кода в одном файле по всяким стандартам, метрикам. Видно, что он постоянно растет, то есть появляется такой класс, и мы по ходу жизни проекта постоянно его усложняем, 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 усложняем. При этом, если посмотреть за всю историю жизни проекта количество коммитов в один файл, то видно, что есть файлы как бы хорошие, то есть у нас куча мелких классов, которые мы написали, там несколько раз поправили, и все, больше не накармливаем. Но есть определенное количество вот этот вот самый год-класс, то есть мы любим эти год-классы, и их кормим. То есть почти в каждом проекте что-то такое есть, и как бы все это, конечно, отделимость архитектуры как бы вызывает некие сомнения. Ну и совсем уже стремный случай эти-то рулонные функции. Это распечатка серы спака первому квисту на туалетной бумаге. пример из интернета. Это я ответил его Аленой Сипипи, увидел ссылочку на этот ад. Есть такая опенсорсная игра какая-то лугару. Я даже ее скачал, скриншот сделал. Слава Богу, не зацепило, поэтому я смог доготовиться. Да, вот там есть такая функция замечательная, тик, ну, на осях написанная, даже не знаю, можно ли назвать это плюсами. Вот ее размер, это вот кончается она, вот, я тут пришлось долго проматывать, искать ее конец, это было нелегко, но я для вас это сделал. Вот последний номер строки, вот первый и вот количество строк. При этом там местами вот так это выглядит, то есть вот такая сложность, я не знаю, у них, наверное, там 30-дюймовый форматный монитор и несколько штук я видел в кино настоящих хакеров. У меня хром завис, вот когда я так уменьшил, он на отрисовки как-то очень так гели-гели реальный игрок. Ну, комбинатор справляется сисну. Ну, я вот описал типичные болезни, они почти везде есть, ничего страшного, все мы смертны, все мы бореем, просто нужно понимать, как все-таки с этим всем жить. Понятно, что итеративно зачастую такой год невозможно развивать, вы хотите что-то уместить в неделю, вот там вам говорят, что справки вот в том самом классе, уууу. И, как бы, еще мы очень любим, мы пишем класс, обязательно думая о его повторном использовании, но он нам обязательно пригодится. Поэтому мы не думаем, его накармливаем, накармливаем, да, обязательно он нам еще не пригодится. Вот, такая вот кормим, кормим эту шишечку лего. При этом, как бы, если попробовать его повторно где-то использовать, то, оказывается, он за собой тянет почти все остальное приложение. То есть, он так жестко на это все завязан, что, если вы его хотите где-то еще, то вам надо почти все приложение с собой забрать. Ну, и получается вместо нашей мечты, ну, некой карточный домик. Понятно, что, ну, вы видели, конечно, эти передачи по телевизору, картинки в интернете бывают очень красивые большие карточные домики и города. Если аккуратно все делать, то все получается и у нас получается. Ну, в принципе, с этим всем достаточно страшно жить и легко тронув в одном месте заварить всю программу достаточно сурово. Ну, теперь перейдем давайте к конструктивной части. Начнем с самых низов, и это основная часть. Он, за 13 минут их рассказал отдельно, лично. Как все-таки вот на уровне микродизайна отдельных классов и взаимодействия вот это все организовать, чтобы оно не обладало сильной связанностью. Все это давно известные штуки, но почему-то до сих пор не так уж широко практикуемы. вначале ремарка. Я говорю конечно про классы и тому подобное, но на самом деле все это относится к чисто процедурным языкам а-ля C без плюсов, потому что там вместо класса это может быть структура плюс функции для нее, вместо интерфейса соответственно это структура указателей, вместо наследования там есть композиция, что даже лучше, чем наследование, об этом мы поговорим дальше. И мне просто рассказывали случаи, что в одной компании пишущей крупный бухгалтерский софт, очень известной компании, читали тренинг про DREAM Development, они послушали, сказали, да, все это здорово, но у нас нет класса, до свидания. На самом деле все это применимо и в процедурных языках. Ну, давайте поговорим про это. Наверное, в основе всего лежит то, что наша философия к разработке класса. Вот мы пишем какой-то класс, обладающий какой-то функциональностью, для ее реализации нам нужна какая-то другая функциональность. Это то, что мы пишем, ну, видите, он к нам к лениной частью, лицом к пользователю называется, а это то, что ему нужно. Как мы делаем? Ну, мы же пишем, нам надо его реализовать, поэтому мы что нужно. Мы знаем, что там уже кто-то написал, там, это есть, вот, мы видим. Ну, мы там начинаем, вот, обратились к какому-то своему свойству, у него взяли, а он знает о глобальном контексте, все это уже порезалось кишки другого класса, ну, типичное, что у вас сложные формы, куча закладок, таблицы, то есть все, у вас на одной из таблички, когда что-то меняется, надо совсем на другой закладке что-то, или обновить, или спросить, ну, что там, вы там разбираете форму по кирпичикам, сами находите все контролы, залезаете в кишки, все там спрашиваете, куда-то попутно вы уходите, возвращаетесь, ну, и добрались, все, я задачу выполнил, знакомый, да? Зачем что-то мудрить? Называется длинная цепочка вызова. Ну, конечно, это на самом деле для делимой архитектуры не дело, потому что вот у вас получается весь код, то есть у вас как в одном месте знаете о всех потрохах другого места, понятно, что если вы где-то тут поп на рисунок, на самом деле мы там зачастую по этим хитрым кишкам должны пройти, не дай бог не вывалится раньше времени. И если мы где-то начинаем что-то править, то скорее всего мы сломаем их в каких-то самых неожиданных местах, потому что оказывается по нашим этим кишкам во всю гуляют. Ну, естественно, это все давно известно, с этим всем давно как бы научились бороться, достаточно болезненно, но тем не менее. Первое, это, конечно, такой фундамент, это как inversion of control. Я быстро для тех, кто в танке скажу, что если вот у нас есть какой-то потребитель функциональности, это наш скелет, ему нужна от какого-то другого класса функциональность, то есть провайдер некой функциональности, то обычно мы как бы зависимость такая, то есть этот класс использует этот, и от него зависит. То, да, вот, спасибо мне, я стрелочку зависимости нарисовал там. дальше мы говорим ой-ой-ой, давайте хотя бы в виде интерфейса выделим API между ними, ну, как бы, ладно, давайте, но это все равно зависимость пока такая. А самый ключевой момент у нас в мозгах то, что мы должны сказать, что на самом деле этот интерфейс, он как бы часть нашего класса вот этого консюмера, то есть это то, что ему нужно от внешнего мира, наш эстадеин, и мы с ним вместе живем, и именно вместе с ним мыслим, именно вместе с ним проектируем и носим с собой эти интерфейсы. То есть на самом деле наша шишечка, вот этот вот кубик лего, он не соответствует классу. То есть на он, если плохо, очень объектно-ориентирован на программирование или проектирование. На самом деле с точки зрения компонентности эта шишечка это наш класс плюс интерфейсы на вход, от которых он зависит. и плюс, ну понятно то, что торчит из него, то торчит, то есть в этом ничего нового нет. Оно может торчать в виде имплементации каких-то других интерфейсов, может напрямую, это не так важно. Важно вот то, что здесь. Ну, возникает проблема, обычно нашим классам что-то нужно, и куда это надо уметь передавать. Такая вот, как туда имплементацию этого интерфейса. Ну, dependency injection, самый кошерный метод это через конструктор. Все, что нам надо, мы в конструкторе попросили, нам нужен имплементация того, того и сего, что я жду. И для года классов, кстати, это невозможно, потому что будет, наверное, пару сотен интерфейсов. Дальше иногда бывает так, что либо почему-то не нравится он через конструктор, либо инфраструктура требует, например, у вас наличие конструктора по умолчанию, иначе не умеет инстанцировать объекты. Ну, всякое в жизни бывает. Всегда есть какие-то ограничения. Как там, в теории мой друг суха, лишь треба жизни зеленеет. Так же и у нас. Поэтому распространено, когда инжект что-то через свойства, ну, или сэдметод. Ну, и самое такое распространенное это сервис локатор. Это, почему оно распространенное, потому что оно у нас возвращает все к старому, доброму, глобальному контексту. Нам их очень нравится. Зачем как-то перекружать внешний API нашего класса интерфейса, потому что он становится некрасивой, чтобы он воспользовался как-то некрасиво получается, все туда надо передать, многосложно, да и вообще как-то мы привыкли к тому, что есть какой-то контекст, у него все можно спросить. Ну, раз у нас теперь интерфейс, супер, давайте, пускай он будет спрашивать имплементацию какого-то интерфейса. Это делает наш код даже в первом приближении тестоприкодным, но на самом деле не решает основную проблему, потому что мы продолжаем зависеть от этого контекста, и более того, наши зависимости совершенно непонятно, пока мы не посмотрим в кишки нашего класса имплементацию. Если посмотрев на API-класс, то мы не понимаем от чего он зависит, от чего ему нужно для жизни. Нам нужно копаться в его реализации. стандартное отношение к этому всему примерно такое. На самом деле то, что вы освоили, например, сервис-локатор, не должно вас успокоить, не должно почивать на лаврах, что у вас есть слабосвязанные коды. На самом деле есть давно сформулированные, любят говорить про объектно-ориентированное проектирование, программирование, вспоминать инкапсуляцию, полиморфизм, наследование. На самом деле за исключением инкапсуляции отчасти полиморфизма все это бушет. Есть значительно более важные законы, например, закон Деметра. Деметра это богиня о плодородии, если там кто забыл. Я вот не знал. Гуглил. Я думал, что это какой-то мужик или тетка. Ну, отчасти от тетки, конечно. Как он гласит? Я опять же не взял на себя нагрузь переводить, поэтому я вам зачитаю. Можете в Питере написать «бибище фринтянь» не переводит слайд. Что любой метод объекта должен вызывать мен, вот, как бы, вы пишете менто-объект. И к чему вы там можете обращаться, у кого вызывать метод? Он говорит, что, естественно, свои можете. Ну, это понятно. методы любого параметра, который нам передали методы. Ну, тоже, ну, нам передали, а типа, а нафига тогда? Любой объект, который он сам создал. Ну, тоже понятно, локальную переменную создали, ну, чего бы не вызвать. И любого композитного объекта, это означает, что мы можем вызвать методу любого нашего поля. Ну, то есть, есть поля у класса. Значит, мы можем обратиться к нему через точку, или, если вы пишете на Objective-C через прямоугольные точки, то его скоб перейти и обратиться. Что из этого следует? Из этого следует, что, на самом деле, глобальный контекст, включая сервис локатор, он, как бы, это нарушает цепочки вызовов, которые мы так любим, что там упорим, спросили еще чего-нибудь, дальше, пошли дальше, может быть, даже интерфейс, мы могли его заинжектить, все красиво сделать, там дальше у него спросили еще что-то, и так вот ушли-ушли, далеко, и опять получили достаточно далекую связность. То есть, руки нашего объекта стали простираться далеко, несмотря на все Inversion of Control. Но, все-таки, Singleton, несмотря на то, что это такой суровый антипаттерн, с точки зрения связности, он все-таки имеет право на жизнь, не зря его описали великие банды четырех, ну, например, для анал-оджектов, мой тофтопик для этой темы. То есть, все-таки, совсем синглтон обменять не следует, то есть, именно, надо ругать любой глобальный контекст, будь он статический или фред статик, не так важно. При этом, как бы, понятно, что нашему коду может потребоваться создавать другие классы, достаточно бывает китрохопом методом, ну, например, муперментации интерфейсов других. Это стандартно решается фабрикой, ну, вот, примерно так. Ну, понятно, что мы это можно покороче переписать, и получается, вроде как, опять цепочка вызвав, и кажется, что это нарушает закон Деметра. Ну, на самом деле, как-то, как вот в анекдоте про козырную попу, на это как посмотреть. То есть, если мы к этому будем к фабрике относиться, как вот, к просто такому переопределению оператора НИЮ, то вроде как ничего страшного. Причем, который нам же передали. То есть, это кошерно, без этого никуда. Дальше, второй, достаточно, принцип, про который забывали, но который сформулировали еще вот, когда только-только зарождались все эти Objective-C и тому подобное. То, что процедура, это принцип Tell Don't Task. Кто не знает его? Нет? Не так много. То есть, как бы, вот это вот считается такие основы объектно-ориентированного проектирования, что ли? Совсем. То, что если процедурный код берет информацию, анализирует ее и чего-то там принимает решение на этом основании, то объектно-ориентированный код должен сказать объектам, ну, что делать просто. Не спрашивать, а просто приказывать, кому-то говорит. Ну, вот, пример кода, нарушающий этот принцип. Тут вот есть некий общ, и вот мы с ним дальше начинаем чатиться. Ну, вот, читать тяжело, поэтому я перевел на русский язык то, что там написано. Вы потом можете презентацию, а время не буду терять. Не видно, давайте зачитаем. Ну, Лыск говорит, привет, наш объект, хай. Ну, мы про себя думаем, а, ответил, значит, продолжаем разговор. Спрашиваем, как тебя зовут? Она, Саша. Саша, красивое имя, про себя, блин, мужик-либо. Спрашиваем, а полное имя Александр и Александр? Александр, бра-бра-бра-бра. Здорово, давай, куда-нибудь сходим. Давай, только куда. В клуб? Как я тебя узнаю? Прошли фотку. Ну, держи фотку отдали. Спросили, get photo нам. Ответили. Мы его анализируем и говорим, ой, нет, все, rollback. Назарщина. Ну, вот это здесь вот и написано. пить фото, get photo, анализ фото, если чего, rollback, убиваем объект. Если фото нормальное, то уже, наконец, здесь. Вот это называется объекты между собой чати. Я не знаю, но это достаточно широко распространенный код. Чем он плотан? Получается, сложный интерфейс между объектами. То есть, вот у вас интерфейсы, которые вот там, кубика, они, блин, там, многословные. То есть, и то, и все должен уметь, и это, еще хуже того, очень сложный контракт. То есть, например, какой-то метод нельзя вызвать, не вызвав перед этим другой метод и тому подобное. Этот параметр зависит от того, от того, и вот такое вот очень что-то сложное и неприглядное. Получается тесная связанность. То, что мы вот этот объект общ, который, как бы наш такой вот в чате оппонент, как-то. Вторая сторона. Когда мы его правим, почти наверняка мы зацепим этот сложный такой развесистый API и почти наверняка придется править те места, где он используется. Например, ну, 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 и попахивать нарушением инкапсуляции. То есть, а почему по этому объекту самому не уметь там многое делать? Зачем мне так с ним долго общаться? Я ему вызываю метод. Если ты девушка, симпатичная, то пошли со мной в кафе. Ну, то есть, на самом деле, как бы, можно укрупнять эти интерфейсы. Иногда им нужно передавать какие-то коллбеки, потому что там, например, если у него есть какая-то коллекция внутри, и вы хотите там выяснить, есть что вот или нет, удовлетворяющий некому вашему критерию, вместо того, чтобы у него спрашивать, вы можете у него вызвать некий метод и ему передать свой коллбек, который это и будет проверять. Но вы не сами крутите цикл, он подбирается в своих патрахах. При этом понятно, что вот есть объект девушка, мы пишем какой-то вот свой объект Дон Жуан, уже готовый объект девушка, а Дон Жуану, понятно, нужен как бы высокоуровневый более интерфейс, вот как раз если ты с деньгами и готовы их на меня потратить, то давай встречаться. Вот такой у него интерфейс, а у девушки или у женщины у нее уже готовый класс, у него хоть раз развесит, то мы это дело можем просто написать адаптер к девушке, который будет им применить этот интерфейс для Дон Жуана. Это удобно, потому что этот адаптер в одном месте инкапсулирует, его легко аттестировать отдельно от Дон Жуана, замолвав девушку и тому подобное. Все получается здорово, хотя лишний класс. Многих это напрягает, лишний класс. Ну, на самом деле это все движение в сторону декларативных языков, то есть если императивный язык, он говорит я хочу чая, мне приходится говорить сходи на объект жена, сходи на кухню, возьми, то сделай все и принеси мне, то о чем нам говорит принцип Тел Дон Таск, он говорит, что должен быть метод мне бы чаю. Я вам уже где-то использую. То есть если нам просто по ходу дела нужен чай без своей работы, мы не должны запариваться на то, как его делают. это не нарушает как раз сингл респенсибилити, то есть ответственность. Класса должна быть за что-то одно, а здесь мы лезем в чужие кишки. Решаем какие-то другие задачи, наш класс лезет, это все распухает, это тяжело тестировать. на самом деле, интерфейсы хороши, но кроме интерфейса не всегда нужно гонять интерфейс. Интерфейс это некое поведение. Иногда бывает достаточно гонять данные. Например, если у нас есть какой-то документ, там должна проставляться некая дата документа, текущая сервера, то как бы один подход, что у нас есть какой-то интерфейс, который нам дает текущую дату, и мы соответственно, чтобы нам создать документ, мы должны попросить имплементацию этого интерфейса и как бы там спросить. Это понятно. И второй подход, что на самом деле мы просто можем у внешнего мира спросить эту саму дату. То есть с какой нас попросили, с такой мы и создадимся. Понятно, что если по мере жизни объекта он должен как-то перезапрашивать текущую дату, что-то менять, то нам уже второй способ подникать. Но очень часто, когда достаточно каких-то данных, и это вполне нормально работает, и к такому это тоже можно как, грубо говоря, вместо интерфейса некий транспортный класс, который вам пригоняет именно тот кусок данных, который нам нужен. Он как интерфейс должен мыслиться, вместе с вашим классом, то есть это его составная часть, он должен быть минималистичный, что-то очень простое, только те данные, которые нужны, а не какой-то там общий контейнер, который хранит все и вся. Он должен быть обязательно на YouTube, чтобы, не дай Бог, никто ничего не попортил, что мы передали, а он не меняет, это его входные параметры. И должен легко конструировать в любом состоянии, это нужно для тестирования, потому что у интерфейса есть такое преимущество, что для него можно легко написать любую фейковую реализацию, и в тестах поиспользовать махи, фейки, стабы, то вот аналогично должно быть для этого. для тестов его должно быть легко создать в любом состоянии. Ну, и у них плюс есть, что их можно сервизовать и посетить куда-то и вызвать в другом месте. То есть, в принципе, это как корпускулярно-волновой туализм, иногда удобнее так, иногда удобнее сяк. То есть, то у нас свет – это волна, то у нас свет – это частицы, то так, то сяк, и как бы на самом деле, на этот счет не надо напрягаться. Многие любят интерфейс именно. Я лично люблю Inutable маленький объект, объект, когда это возможно. Но если сильно этим увлечься и распространить на все и вся, то можно дойти до всяких анамично-наменных моделей, но это отдельная тема. В общем, потерять инкапсуляцию, что у вас ездят отдельно данные какие-то, а есть отдельные методы, и не пойми чего, как они вместе с тобой связаны. Примеры, когда это все используется. Два самых таких well-known паттерна, широко распространенных очень быстро, это Model View Presenter и Entity Реквизиторий. То есть когда, казалось бы, Model View Presenter, мы обычно там есть класс формы, он там код пихает, нам прям средства разработки генерируют, все удобно в одном классе, растет, пухнет, пухнет. Раньше делали напрямую с базы данных, общается. Все супер. То сейчас все настолько усложнили, когда архитекторы, что приходится все это разбивать, есть какой-то презентер, который вообще никак не зависит от вашего UI-слоя, и вот в нем вся логика инкапсулируется, а чтобы все это показывать, получать события с клиента, это вот с этого вашего UI-слоя у вас есть некий интерфейс, через который вы общаетесь. А этот совершенно тупой, он всего лишь обеспечивает имплементацию этого интерфейса, и код-бехайнда никакого не содержит. Ну, на самом деле, это была реклама доклада Антона Бевзюка, который дальше будет, я советую программистам особенно послушать, потому что это один из немногих людей, который на полную катушку практикует тест-древен-девелопмент. я думаю, что это там не какие-то словоблудия будет, как у меня, а нормальный технический доклад. Ну, и второе, это entity-репозиторий, когда у вас есть entity-репозиторий, то есть все, что касается персистентности и тому подобное, оформляется в виде интерфейса. Здесь будет дальше после Антона доклад Николая Григорьева про домейн-древен-дизайн, я думаю, что он там это должен затронуть. Хотя не уверен, там тема более широкая, как бы, но я думаю, что так или иначе он это скажет. Ну, все равно все это там, как бы, все это хорошо, пока все просто, вот с этим, например, MVP. Все равно получается сложно связанный код, если, например, у нас сложная форма, то есть у нас как бы здесь что-то поменялось, надо здесь, здесь выбрали то-то-то, и вот это все отдельные такие, если даже делать как бы композитный презентер с композитными вьюн, то получается, что композитный презентер зависит от всех своих, того, кого он скомпозировал, ну, и как бы тоже там иногда перевязки получаются не очень удачные. Это можно упростить, вот как вчера Олег Клинчаев рассказывал про pattern has a value и такое там аля-декларативное описание всех этих связей, и это упрощает, но есть второй подход к этому это называется event-агрегатор pattern или message-bass в простонародье. Это когда у вас есть некий объект, он немножко напоминает, конечно, сингл-тон, и вот этот такой контекст, но он достаточно безликий, и всего лишь нужен для того, чтобы вот в рамках там одной формы или чего-то все-таки не очень большого, не всего приложения обеспечить, что есть как бы те, кто публикует какие-то события, и те, кто на них подписываются. Соответственно, если у вас этот может публиковать события, например, что там у меня изменился сайт, а этот быть на него подписан, не зависит от непосредственно того, что проецирует, генерирует это событие. Ну, это вот как Мартин Фаулер его описывает, в принципе, я уверен, что Антон Бефюк это будет рассказывать, потому что без этого тяжело рассказать его доклад. Я вот так. Нет Антона? Никодей. Я так его рекламирую. Дальше. Что у нас со временем? Я быстро посмотрю. А, нормально. Про наследование. Кто любит наследование? Почти все. Наследование тоже вид зависимости, причем очень опасно. Есть на самом деле три как бы стиля использования наследования. Ну, они могут, естественно, комбинироваться, но тем не менее. Общие хелпер методы и данные к ним. Например, у вас есть два каких-то класса, которые на самом деле ну, вот там это хвейли, которые возвращают вам набор сущностей, список сущностей, а это уже которые умеют делать join и строить проекты. У них API по сути совершенно разный, но у них есть одно общее и как бы слабо пересекающийся, ну, API по сути не пересекающийся, но у них с точки зрения реализации есть одно общее, и тот и другой должен уметь конструировать запросы в базе данных. Понятно, что там для этого есть какие-то структуры, то-се, и как бы вообще не так хочется все это выделить в общий класс хелпер такой. А кем он унаследовался, а дальше уже переопределить. То есть у нас есть какой-то один класс, это не область его значений, а это его имплементация, код. Есть другой класс, это его имплементация. Там, где они пересекаются, мы говорим, оп, а это будет наш базовый класс. Ну, тут какой-то надуманный пример код, я его подскочу. Характерные признаки такого штуки, это то, что, как правило, наследников не очень много, но, правда, бывает, когда и много. Сам базовый класс нигде в API не фигурирует. То есть, то, что вы смотрите на какой-то класс, которым вам нужно отнаследоваться, или который вам нужно использовать, оговорка по Фрейду прям, и вы смотрите, что он от кого-то унаследован, вы идете в этого предка и понимаете, ну, вам ни холодно, ни жарко. То есть, такой технический предок, то есть, вы не понимаете его физического смысла, потому что у него толком нет физического смысла с вашей точки зрения, с точки зрения пользователя этого класса. Он, этот физический смысл есть только для того, кто писал имплементацию. И что достаточно плохо, вот вы проведете один класс, наследник, вы понимаете, что там область пересечения, вот эта имплементация, оп, что-то нажал, извините. Вот эта вот область пересечения, вы начинаете провести этот класс, и она начинает как-то модифицироваться, это значит, что нужно что-то там править в базовом классе, то есть это характерный признак. Правив что-то в базовом классе, очень велика вероятность отвалить что-то в другом классе, то есть достаточно стремная штука. Но нам удобно, почему? Потому что на самом деле, ну как бы, мы так привыкли, так получается меньше кода, так нас учили в школе, так делают наши коллеги и так далее, язык нас провоцируют делать, так, в современные языки, если не считать Google Go, где наследований нет. Есть только композиция, имплементация интерфейсов. Второй подход, зачем нужно наследование, это некий такой базовый класс, как некий engine, ну например вот, есть у вас какая-то математический, я не знаю, оптимизатор какой-то, который там находит максимум или минимум функций. Достаточно удобно его так сделать, базовым неким классом абстрактным, там, например, а все, что ему нужно для жизни, сделать протектом методами. Ну или вот типичный пример с контролом. То есть есть какой-то умный мощный класс на все случаи жизни, и мы от него наследую, сделаем уже то, что нам нужно по жизни. То есть, чтобы что-то сделать короче, мы вот от умного класса наследуемся, там что-то, протектом метода какие-то переопределяем, иногда надо переопределить очень грамотно, не забыв вызвать базовую имплементацию, причем иногда ты сейчас сидишь, держишь репу, ее надо вызвать до своей куска или после своего куска, это как важно. И как бы вот этот сам контракт между этими классами, то есть он как бы совершенно до конца непонятен. И вот такой кейс есть, например, вы делаете какую-то кнопочку для интерфейса, стандартную свою, наследовали ее от контрола, но все равно ее сделали абстрактным классом, потому что ей нужно, чтобы она там подгружала картинку, соответственно, есть протектом метод подгрузки картинки. Он по умолчанию, например, берет ее за ресурсов, но можно переопределить, чтобы он брал ее еще откуда-нибудь из интернета. Есть какие-то размеры, соответственно, когда вам идет нужна кнопка, вам приходится наследоваться от этого класса, что-то там у него почесать, и все здорово.